Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 15 октября и рубрика «Вопрос-ответ». Я вчера оставляла форму в сторисах для ваших вопросов, и сегодня вместе с девочками мы будем отвечать на них. Вопросов было не так уж и много, так что я думаю, что одного видео будет вполне достаточно для раскрытия ответов на них. Итак, давайте сразу начинать. Здравствуйте! Горшок для орхидеи обязательно должен быть прозрачный? Нет, совсем не обязательно. Корни орхидеи участвуют в фотосинтезе. Если горшок будет прозрачный, то просто орхидея будет получать питательные вещества, которые благодаря процессу фотосинтеза производятся в растении. Не только из листьев, но и из корней. Если листьев достаточно, корней тоже можно спокойно сажать в непрозрачные горшки. У меня тоже растут орхидеи некоторые в непрозрачных горшках и прекрасно себя чувствуют. Просто при следующей пересадке вы увидите, что корни имеют белый цвет. То есть они не участвуют в фотосинтезе, у них зеленый пигмент не вырабатывается. Сажать можно, не обязательно должен быть прозрачным. Какие витамины для орхидеи можно добавлять для пробуждения бутонов? Ну, я думаю, вы имеете в виду, чем подкормить орхидею, чтобы она зацвела. Скажу так, что любыми удобрениями можно подкармливать с повышенным содержанием калия и фосфора. Именно эти элементы дают толчок для образования бутонов, цветовых почек, выпуска цветоносов, формированию большего числа бутонов, чем, возможно, без этой подкормки. Удобрения подобные бывают разные. Я пользуюсь монокалийфосфат. Там именно калийфосфор в повышенном содержании. Поэтому вы можете найти любой препарат, который подойдет вам, который продается у вас. Единственное, смотреть в инструкции. Там написано состав НПК. Азот, фосфор, калий. НПК. Латинские буквы. И, исходя из этого, смотреть соотношение. Азот должен быть меньше всех. И фосфор и калий больше значения. Поэтому выбирайте те, которые у вас есть. Так. Дегтярное мыло, увы, мне не помогло. Это не вопрос. Но мне очень жаль, что оно не помогло. Когда я обрабатывала растения дегтярным мылом, у меня было использовано несколько действующих веществ. Обработок было несколько. И там каждый раз менялся препарат, который использовался. Там мыло, по-моему, была пудра чистотел. И во время карантина растения, которые у меня были с мучнистым червецом, я еще физически вытаскивала подросших особей этого червеца. И, как бы, их удаляла физически. Удаляла с планеты нашей. Вот. Так, вопросов нет. Вам спасибо за полезную информацию, которую даете. Пожалуйста. Добрый вечер. Анимашка наращивает корни, а листья стоят на месте. Это нормально? Нормально. Как говорится, дайте времени время. Все и сразу. Это бывает только в сказках. Это как, знаете, как выступать на сцене. Предположим, не знаю, в какой-то балетной постановке после перелома ноги. Да, вот ты ногу сломал, тебе как бы ее вроде собрали, она вроде бы заросла, да. Ну, то есть, это предполагается наше лечение орхидеи. Вроде заросла, вот корни ты немножко выпустил и сразу пошел танцевать. То есть, ну, просто реабилитация не нужна. Вот орхидеи тоже, как бы, они у нас в реанимашках, предположим. Так, пардон. Фифа пытается камеру свалить. Орхидея в реанимации. И главная цель реанимации – наращивание корней. Именно с помощью корней орхидея потом начнет растить листья. Пока она для себя не отрастит нужное ей количество корней, листья не будут расти, да. У меня также и детки растут, хотя они не реанимашки, у них маленькие листики. Но все равно сначала корни, а потом уже листья. Вот, ну, приветствуется, конечно, дополнительная подсветка в этом случае, в случае реанимации. И также деток. Это к тому, что быстрее начнут листья расти. Так что это нормально. Как определить мучнистого червя? Какие признаки по листьям? Спасибо. Ну, мне кажется, уж мучнистого червяца легко определить. Он такой лохматенький, беленький. У него особи от, ну, совсем малюсеньких до где-то 5, наверное, 7 миллиметров. Такие волосатенькие. Они делают паутинку. Уж не знаю, что у них там домики или что они там делают. Но, в общем, паутинка у них есть. И эти, как их, размазанные, вот такие вот, как капельки вот эти вот от агутации есть. Вот такие следы от них размазанные. Как будто вот капельки размазали. Сок орхидейный по листику размазывается. И вы их просто не проглядите, мне кажется. Потому что они уж такие очевидные, эти червяцы. Они очень любят в цветочках прятаться. Вот в этих колоночках. Вот такой пестик, который торчит из губы, да, там, в серединке. Между листиками их там меньше заметно. И в пазухах листьев. Очень зубочисткой помогает их оттуда выковыривать. Вот так определить. Так. У вас невероятная страница. Спасибо за видео и советы. А спасибо вам, что смотрите. И задаете вопросы, кстати. Тоже спасибо. Вот девочки тут все никак не уймутся. Да, девочки? Так. Следующий. Если пенек на орхидеи, вы к деткам терпеливая. Так, если я правильно понимаю, то вы имеете в виду, что если от орхидеи остался пень, хватает ли у меня терпения дождаться детку, да? Однозначно нельзя сказать. Бывают времена, когда мне не хватает терпения. Но чаще всего от двух до шести месяцев я готова ждать появления детки. Да, я к ним достаточно терпеливая. Мне, может быть, хомяк во мне живет, что я не хочу выбрасывать то, что может дать потомство. То, что еще хоть как-то живо и, возможно, порадует меня деточкой. Ну, относительно, мне кажется, насчет терпения я. Вот. Ну, полгода достаточно терпения, мне кажется. Как размножить орхидею? Так, первоначально сразу хочу сказать, что размножение орхидеи – это крайне длительный процесс в любом варианте. Самый длительный – это семенами. И у меня есть об этом видео, как отпыляется орхидея, как растет семенная коробочка, как потом семена я пыталась в нестерильной среде сажать, и у меня ничего из этого не вышло. Но если есть терпение, тоже место есть, куда ставить эти фласки, есть желание, то, конечно, можно с семенами, об этом очень много видео на просторах интернета. Можно вот спинька, как в предыдущем вопросе, спинька детку получить, если орхидея вдруг отвалилась, да, верхушка там сгнила, отвалилась, остался пенек, там есть живые почки, они охотно дают деток. Или же вы разделяли орхидею, да, и пень остался. То же самое, и еще быстрее детка будет, потому что инфекции нету. Дальше. На цветоносах очень охотно дают орхидеи деток, если нет у них точки роста. Или просто даже бывает, ну, как-то дают, просто хотят и дают. У меня очень много таких деток. Так, причем это без стимуляции, какой бы то ни было. Некоторым ждать не хочется, и они мажут почки цитокининовой пастой, что является стимулом для пробуждения этой почки, может быть, как детка, так и цветонос. Про цитокининовую пасту я тоже рассказывала. Хэштег цветочный доктор, нижнее подчеркивание, цитокинин. Я против таких экспериментов, хотя тоже их ставила на орхидеи, на орхидеях, на парочке, наверное, на своих. И на срезанных цветоносах тоже ставила. Но на срезанных цветоносах это вообще просто. Во-первых, не факт, что там что-то вырастет. Во-вторых, если вырастет, не факт, что оно дорастет до нужной кондиции. И в-третьих, даже если дорастет, то не факт, что оно потом выживет после отделения от цветоноса. В общем, это вообще труба. Но если есть желание, есть терпение, если вы ждун в каких-то моментах, то вперед вы можете размножать орхидею именно так. Есть, кстати, сорта, которые охотно сами размножаются, от шейки дают деток. Мастерпис, по-моему, всем известный, он очень охотно деткуется. Или эквестерис, он на цветоносах постоянно деток дает, так же, как и цветет постоянно. Есть разные, ну, такие сорта. Так, про размножение сказала. Можно ли пересаживать орхидею, если есть стрелка цветения? Можно, если вы готовы рискнуть. Орхидеи тоже все разные, по-разному на это могут среагировать. Кто-то не заметит, кто-то цветонос остановит, но потом продолжит его рост. Кто-то просто заморозит цветонос, и потом он никуда, ни во что не разовьется. Для минимизации стресса, конечно, лучше делать перевалку, если есть необходимость пересадки. Перевалкой, не тормоша, там корни. И поставить относительно света в то же положение, в то же место, где орхидея стояла. Тогда стресс будет минимальный, и, возможно, орхидеи даже этого не заметят. Ну, конечно, если есть показания, то лучше это сделать, если там какие-то проблемы, да, с корневой. Так, обязательно при пересадке разбирать корни. Образован корневой горшок неразборный. Вы знаете, разбирать корни не то, что не обязательно, нежелательно. Опять же, если вы не будете разбирать корни, стресс будет сведен к минимуму. Единственная, бывает необходимость, что нужно убрать торфяной стакан. И то прекрасно орхидеи растут просто перевалкой, переставленной в больший объем горшка, да, и засыпаны там по краю каким-то грунтом дополнительным. Тогда орхидеи практически ничего не замечать, если вы не меняете ее условия содержания, а именно свет и место расположения. Поэтому корневой ком, ну вот, расплетают. Единственное, что если обязательно нужно вытащить торфяной стакан, и этого нет возможности сделать сверху. Если нужно почистить корневую, потому что там гнилье, да, не высохшие. Высохшие корни даже это не настолько опасно, вот как гниющие, мокрые, вот такие сопелькообразные. Поэтому можно не разбирать корневую. Даже лучше так будет при пересадке. Так, и последний вопрос. Почему сохнут листья на орхидеи? Спасибо. Я не скажу вам, почему сохнут листья, потому что причин может быть множество. Это нужно смотреть ситуацию, нужно понимать, что происходит с орхидеей, какой уход, что в ее жизни поменялось в последнее время. Это листья могут быть физиологически сохнуть, да, от кончика потихонечку желтеть, сохнуть к стволику. Потом они отпадают, мы чешуйку снимаем, все хорошо. Могут сохнуть листья от пересушки банальной. Просто пересадили в слишком крупную фракцию коры, да, там, ну, просто слишком крупный грунт, невлагоемкий, после того, как орхидея росла, например, в торфе, да, при покупке. Тоже могут сохнуть листья. Могут сохнуть листья при реанимации, когда полностью листовая пластина утоньшается, из-за того, что питательные вещества идут на строительство корней. Корней, как таковых, нет, и орхидея растит их за счет имеющихся запасов в листьях. Вот именно, ну, поэтому могут сохнуть листья. Из-за чего? Может быть, ожог, может быть, сейчас скажу, отек, да, при неправильном поливе, сильная пересушка, потом залив, и листья вот такие смятые получаются. Что еще может быть сохнуть листья? Ну, в основном, наверное, вот это все такие вот причины основные, которые я перечислила. Но лучше, конечно, индивидуально знать, что произошло в последнее время у орхидеи в жизни, да, на что она среагировала, или, может быть, она просто потеряла корневую, и из-за этого сохнут листья. Вот все ответы на все ваши вопросы. Мы с девочками вам желаем здоровья, прекрасного настроения, чтобы осенняя хандра к вам не приходила, а наоборот приходила радость от созерцания желтых, красных, разноцветных листьев, от творческих процессов по поводу поделок, да, школы, детский сад, для внуков, для детей, для сестер и братьев. Ну и до скорых встреч! С вас лайк, с меня видео!